Зачитаем о Павле, он назывался Савлом, 9 главе. Савл уже, ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришёл к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдёт последующий всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шёл и приближался к Дамаску, он внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражнам». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепене, не слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я, Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи!» «Я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме!» «И здесь имеют от первосвященников власть вязать и всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Иерусалим, Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился святаго Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его. И вдруг он прозрев и встав крестился, и приняв пещи, укрепился, и был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И слышавшие дивились. Вот путь обращения Саввла в апостола Павла. И каким ревностным он был, мы дальше читаем, что сначала апостолы его не принимали, но потом, приняв, и он пошел к язычникам, и там среди языческого народа проповедовал. И действительно, много ему пришлось пострадать. Так Господь, как говорил, так и исполнилось. И благодарение Богу, что такие великие мужи веры были, и до наших дней дошло это слово. Слава Ему за все во веки. Аминь.